Что у вас там происходит? Быстрее уезжай! Давай к нам, у нас там комната свободная есть. Поймите, Хамас хочет, чтобы мы уехали. Хизбаллах, ведь многие недоброжелатели хотят, чтобы мы уехали. Они почему снимают эти ужасы и выкладывают? Чтобы нас внутри сломать, вызвать в нас страх, чтобы мы сказали, нет, все, ребят, хватит, я понимаю, там, история с сионизмом, все круто, я повалил отсюда. Это их цель. Так мыслить, это играть на руку врагу. У нас есть единственное безопасное место на земле. Для нас. Для евреев. И я признаюсь, много лет я ходил на церемонии ко Дню независимости, День памяти Холокоста, в армии, в школе, в институте. И все здесь говорят эти слова, как мантру, и ты думаешь, ну, это формальность. А сейчас мы это чувствуем. Посмотри вокруг, что происходит. Где у тебя есть еще островок, где ты уверен, что ты свой. Ну, а ты видишь же, какой разгул антисемитизма сейчас идет по всему миру. Что ты на это дело скажешь, кстати? Следил за этим? В Америке разгул антисемитизма. Ну, я, вроде, вчера в интервью спросили, если вас это пугает, это для Израиля большая проблема, я говорю, ну, не только для Израиля. Это для Лондона большая проблема, и для Берлина большая проблема, и для Нью-Йорка большая проблема, для Москвы большая проблема. А логика? Преследовать евреев Парижа или в Берлине. Они же не тут живут. Ну, типа, вот они и палятся. Это антисемитизм, это не связано с сионизмом. Они как раз-то не живут на территориях, которые как бы арабы. Они там же, что вы сейчас ломитесь к ним, там, библиотеку. Сегодня видел видео, там, в Америке где-то ломились. От них-то вы еще хотите. Поэтому не нужно впадать в панику, антисемитизм был и будет. И он где-то помогает израильскому народу даже сплотиться. Представьте, мы без врагов, во что бы мы превратились. Но, с другой стороны, надо понимать, что вот эти все массы, они угрожающе выглядят по телевизору, но они не смогли, к примеру, позволить Египту открыть свои ворота. Или Ярдане открыть свои ворота для беженцев. Или Ливану. А когда вам говорят, мы требуем возвращения к 67-му году, ну вот, пожалуйста, давайте, вот пусть газу заберет Египет, как было сейчас. А территорию, которая сейчас называется автономия, его заберет в Ярдане. И мы будем иметь дело с армиями уже... С государством. С государством. Если будет война, мы будем иметь уже какой-то военный закон, правила. Вот в Париже, в Нью-Йорк, по всему миру сейчас эти вот про-хамасовские. Во-первых, они нас не удивляют. По поводу, пугают ли они нас, то они нам помогают еще раз осмыслить, для чего нужен Израиль. У тебя нет больше места на земле, где ты свой, прям до конца свой. А вот на этом у меня есть вопрос. Считаешь ли ты, что Израиль, это самое безопасное, даже сегодня, это самое безопасное место для евреев. Да. Я тоже так считаю.